Добрый день! Представляем вашему вниманию обзор рынка. Форекс прогноз основных событий от investing.com. Специально для Дугас КПТВ. Для начала поговорим о валютном рынке. В понедельник в начале торгов курс австралийского доллара снизился. Валют для курс японской иены также ослабил свои позиции. Медвежий тренд этих двух валют был в основном обусловлен негативными ноябрьскими данными по экспорту Китая. В ноябре экспорт Китая вырос на 4,7%. Ожидалось, что рост составит 7,9%. Курс пары австралийский доллар-доллар США снизился на 0,14% до уровня 0,8299, в то время как пара доллар-иена выросла на 0,1%, достигнув уровня 12157. К концу прошлой недели курс доллара США достиг нового многолетнего максимума. Такая восходящая динамика была обусловлена сильными данными по рынку труда. Ожидается, что повышение ставки процентов в самой крупной мировой экономике может произойти раньше, чем предполагалось. Давайте поговорим о фондовом рынке. В понедельник утром рынок акций Китая был крайне волатилен. Композитный индекс Шанхая упал на 2% перед восстановлением. Между тем, в Японии, несмотря на сокращение роста экономики на 0,5%, торговля на фондовой бирже была относительно спокойной. В последнее время на покупку китайских акций повлияли такие факторы. Поддержка со стороны Пекина имеется в виду снижение базовой ставки процента, а также данные по объему экспорта Китая. На прошлой неделе фондовые индексы США получили поддержку на фоне позитивных данных по рынку труда. Индекс СНП вырос на 0,17%, а индекс NASDAQ вырос на 0,24%. Придем теперь к рынку нефти. Первоначальное влияние на этот рынок также оказали экономические данные Китая. В Азии было отмечено дальнейшее снижение цен на сырую нефть. Это было обусловлено тем, что данные по импорту Китая продемонстрировали снижение на 6,7%, против предположительного роста на 3,5%. На Нью-Йоркской фондовой бирже к концу торгов пятницу сырая нефть с поставкой в январе торговалась на уровне 65,84 доллара за баррель. После того, как цена упала на 97 центов или на 1,45%. Затем произошло еще одно падение, которое составило 1,22% до уровня 65,04 доллара за баррель. Тем временем на фондовой бирже АЭС нефть сорта Brent с поставкой в январе достигла сессионного минимума и торговалась на уровне 68,10 доллара за баррель. В пятницу было отмечено падение сыны на 0,82% от уровня 69,07 доллара за баррель. Поговорим о рынке золота. По понятным причинам данные рынка занятости США оказали самое большое влияние на этот рынок. На фоне столь позитивных данных по рынку труда, многие ожидают на то, что повышение базовой ставки процента США может произойти раньше, чем предполагалось. На фоне этого во время открытия торгов в понедельник цена на золото упала. На бирже Камекс фьючерсы по золоту с поставкой в феврале снизились на 0,34% и торговались на уровне 1188 долларов за тройскую унцию. Фьючерсы по серебру с поставкой в марте продемонстрировали также большое падение, которое составило 0,71% до уровня 16,175 доллара за тройскую унцию. Вы смотрели обзор рынка на эту торговую неделю. На сегодня все. До свидания.